У женщины великая роль, на нас ответственность, но мы без поддержки мужчин тоже не можем быть. Воспитывая девочку, ты воспитываешь целую нацию. Там пойти в министерство, вот там самое зло, а оно на самом деле в нашем собственном сердце. Дина, здравствуйте. Я хотела бы начать наше интервью с благодарностью вам. Во-первых, за то, что вы нашли время в вашем сложном графике. Во-вторых, за ваши роли, потому что, на мой взгляд, вы очень интересная, самобытная актриса. Вы еще известны как человек с очень активной жизненной позицией, потому что вы занимаетесь благотворительностью. Вот скажите, пожалуйста, почему, как нам кажется, каждому человеку нужно заниматься благотворительностью? Пусть маленькой или большой, неважно, но это нужно делать. Почему, как вам кажется? Самый трудный вопрос. Когда человек задается вопросом, почему тут столько отговорок, почему не надо. Мне кажется, это и должно идти из сердца, потому что только тогда это будет искренне. Кто-то занимается, потому что такое веление моды, кто-то, потому что он хочет добиться расположения других людей, авторитет завоевать, прослыть добрым человеком. Но самое лучшее, мне кажется, это когда по любви, это когда ты к другим людям и вообще к жизни вокруг относишься, как к всему, что тебя касается. И касается не так, чтобы поменять, а так, чтобы помочь, сделать лучше, поддержать. Не знаю, как ответить на наш вопрос. Не знаю. Тут... То есть можно сказать, что всем надо, потому что мы только тогда живы будем, потому что только тогда душа будет развиваться, потому что только тогда ты будешь человек, человек с большой буквы. Но ведь это неубедительно для очень многих сейчас. Мир такой, другие ценности, приоритеты. И поэтому сказать всем, встали, строим, пошли делать добро, будет неправильно. Это должно идти от сердца. А вообще, мне кажется, это нас облагораживает, это нас возвышает. Возвышает не над другими, а внутри себя. Делает чище. Вообще, непередаваемое ощущение, когда ты помог другому человеку. Это внутри испытываешь настоящее удовольствие, настоящее счастье. Оно неприходящее. Потому что можно купить красивую, дорогую сумку. И через год все уже, от нее никакого счастья не осталось. Даже если она лежит новая. Уже все, нет того счастья, которое было связано с чем-то материальным. А если ты просто помог, и еще помог, и об этом, может быть, даже никто не узнал. И это невероятно. Вот это ощущение наполненности. Ну вот вы являетесь как раз тем человеком, который вдохновляет на самом деле на подвиги, пусть большие или маленькие. Но глядя на вас, на вашу жизнь, вы успеваете все. Вы счастливая мама, счастливая жена. Вы занимаетесь благотворительностью. Мне кажется, вот такие люди нужны для того, чтобы вдохновлять других. Вот нам так кажется. Спасибо. Не могу сказать, что я успеваю все. Я пытаюсь жонглировать этими всеми ответственностями. И когда-то, в самом начале пути, моему сыну уже 30 лет, я считала, что быть актрисой – это важнее. А сейчас моим младшим дочкам 9 и 10 лет, я считаю, что роль мамы важнее. И, соответственно, энергии откуда-то идёт куда-то больше, а куда-то поступает меньше. Наверное, я буду рада поделиться опытом вот этого выбора внутреннего, приоритетов, ценностей. Так что спасибо. Мне приятно просто встать рядом с вами, потому что вы делаете замечательное дело. Дин, вот вы являетесь соучредителем фонда «Подари жизнь». И, конечно же, как бы через вас проходит такая неприкрытая боль и родительская, и детская. И вам довольно часто с этим приходится прикасаться. Откуда вы черпаете силы, чтобы, знаете, как принять эту боль, сделать всё возможное и всё-таки дальше продолжать этот путь? Потому что путь-то очень непростой. Вот я сейчас говорю, а у меня так мурашечки тоже и побежали. Потому что это ведь очень трудно каждый раз сталкиваться с чужой болью. Причём фонд занимается вашими такими очень сложными, тяжёлыми диагнозами. И понятно, что люди, которые проходят через вас, это и трагедия, и драма. Как, вот откуда вы черпаете силы? Вы правы, и драма, и трагедия. Драма, когда семья проходит тяжёлые испытания, но выходит победителями. Не всегда так бывает. И зависит удивительное дело. Не всегда от врачей, и от денег, и от волонтёров, и от доноров. Иной раз бывают странные случаи, когда всё было сделано, а исход неожиданный. Или наоборот. Бывают чудеса, когда, казалось бы, ну никакой надежды. Никакой надежды. Ребёнок или человек больной раком выздоравливает. За 15 лет работы рядом с врачами, с детьми, переживая часто, особенно в первые годы, прям близко, очень близко, когда я и в больницу ходила волонтёром, когда я хотела разобраться во всей проблеме очень детально, и с врачами много разговаривала. Иначе невозможно попросить деньги. Я думала так, что это всё только от нас зависит. Только нужно много денег собрать, всех потрясти, и всё получится. И мир станет сразу лучше. Но за 15 лет, отвечая на вопросы, в чём смысл испытаний, как бороться с внутренними переживаниями, с перегоранием, как принимать вызов судьбы, я поняла, вот начала задаваться какими-то экзистенционными вопросами о существовании, о смысле. И, в общем, и эзотерика мне нужна была, и история всех народов мира. И этот ответ пришёл откуда-то изнутри. То есть я абсолютно атеистичный человек в том смысле, что в моей семье никогда никто не говорил о невидимом источнике этого мира, о том, что здесь всё не в наших руках, не всё в наших руках. Очень многое, но самая главная вещь... И вообще этот мир не мы поддерживаем своими желаниями и действиями. Не мы, а гораздо более сильные какие-то силы, более весомые. И вот это начало мне придавать внутреннюю силу идти дальше. Потому что если бы я этого не делала, это было естественное развитие. Ну, я бы просто закончила бы, завершила. И просто спряталась бы в голову в песок. Потому что бывали тяжёлые моменты. Особенно, когда родители держат на руках умирающего ребёнка и хотят «сделайте всё». Вот они уперлись им. Врачи говорят «нет, ничего не поможет». А родитель кричит «делайте, делайте, что можете, режьте, химичьте, делайте». Вот просто так мы не пойдём, не сядем на диван жить столько, сколько нам осталось. Ну, это долг родителей, наверное, да? Долг родителей, наверное. Это моральный, тут такой очень тонкий аспект. Каждый решает по-своему, каждый родитель. А кто-то и берёт ребёнка, окружает его заботой. Не химичат, не режут. Готовятся принять вот этот последний экзамен. И окружают любовью. Это вот сейчас даже разговор не об этом. Но наблюдая это всё, отвечая на ваш вопрос, откуда берёшь силы, ну, тут нужно было обращаться вот к каким-то невидимым источникам силы. И я обратилась к различным священным писаниям. Это нужно было, для меня нужно было делать. Кто-то другой, наверное, более. У нас же очень много людей, даже в нашем фонде у нас много сотрудников, у нас две тысячи волонтёров. Вот с каждым поговорите, у каждого своя история. Кто-то продолжает верить, что он всё решает и может вот так скакать бесконечно на коне и просить, требовать, отрубить, дайте денег. И что он сам всё решит. Научилась понимать, что никого специально не заставишь. И никого даже осудить за это нельзя. И весь мир никогда не развернётся и не начнёт думать о другом человеке, как о себе. Вот. Поэтому я черпаю силы в разных знаниях. Я черпаю силы, всё равно в идее я верю, что мир изначально справедлив. И мир это ничего случайного не бывает. И что жизнь это просто школа. И все трудные уроки, испытания даются душе, чтобы стать ещё сильнее. То есть весь мой акцент, внимание, перешёл на внутренний мир, на душу человека, на дух человека. Даже как Станиславский, я же актриса, нас учили, что на сцене нам интересна жизнь человеческого духа. То есть тело, оно там будет перемещаться в пространстве, но это не главное. Главное человеческий дух, что с ним происходит, какая работа проделывается, какая трансформация происходит. И вот, когда ты на это обращаешь внимание, тогда и страдания переносятся легче. Потому что в них закаляется сталь, как сталь. Душа становится чище, сильнее, добрее, терпимее. Я благодарна этой работе рядом с фондом «Подари жизнь». Вернее сказать, рядом с нашими врачами, онкогематологами, детьми, родителями. И я им всем благодарна за то, что, просто помогая другим, я сама стала сильнее, лучше. Мне очень нравится, вот как прошли эти 15 лет в «Подари жизни». Вот каждую весну у вас случается вот этот традиционный вечер, да, благотворительный, музыкально-драматический вечера. Правильно я назвал? Да. Благотворительный. Благотворительный, да. И в этом году это стал документальный театральный очерк «Слово матери. Царицы Кунти и Гандхари». И вот, естественный вопрос возникает. Почему именно индийский эпос? Что в нем такого особенного? Почему вдруг это зацепило вас и захотелось это воплотить? Вообще эпос проживает огромную тысячелетнюю историю. И остается в памяти людей. Я думаю, потому что там архетипичные ситуации, очень важные, важное сообщение идет. Одиссея, Илиада, Махабхара-то, она, кстати, во много раз больше, чем эти две книги вместе взятые. И там такой сборник человеческих историй о царях, о простых людях, о богах, полубогах, песни, сказания. И все это история, которую можно проследить вот в начале и к финалу. И также там заложено столько мудрости, столько ответов на очень важные жизненные, такие по существу вопросы, что читай ее, диву даешься. Ну вот же, школьный учебник. Просто читай и научи ребенка видеть главное, видеть суть. Читать между строк. Да даже не между строк. Там действительно это не такое морализирующее, но вдохновляющее произведение. Я недавно с ним познакомилась. Я была в таком потрясении, что я вечерами рассказывала моему мужу и детям. И вот, и так. Они прям забывали вот так. С ложкой. Слушали. И так я всех заразила, что даже мой муж Луи Франк, он музыкант, вот он будет участвовать в этом тоже мероприятии. Он создает музыкальный фон для этого эпического произведения. Мы просто рассказываем с моей подругой, актрисой. Естественно, там сотни тысяч героев в Махабхарате. Но мы берем истории только от двух женщин. Почему? Потому что это благотворительное мероприятие. И мы говорим с благотворителями, благодарим их и говорим, наверное, о том, что они правы. Чужих детей не бывает. Им мама есть у каждого человека. Это то, что касается всех и каждого. Мы говорим об этих царицах, Кунти и Ганхари, потому что они матери, сами великие женщины, героев и злодеев. То есть антигероев, пандвов и кауравов. Это двоюродные братья, которые устроили борьбу, основанную истоком которой была зависть человеческая, тщеславие. У женщины великая роль. У всех самых ужасных террористов, злостных, у всех самых вороватых и беспринципных чиновников, политиков, генералов, полицейских. У них у всех были мамы, у мам была возможность сказать что-то самое важное, нужное, с чего начинается разрушение цивилизации, культуры, мира. Мне кажется, очень важно об этом поговорить. Именно поэтому мы взяли эту тему. Я даже где-то читала в каком-то писании, что трагедии вообще в человечестве глобального масштаба происходят по двум причинам. Первая – это мы отказываемся от главного авторитета, причем совершенно неважно, как мы его называем, потому что это такая вселенская любовь, скажем так. А вторая – это позиция женщины, как ни странно. В этом смысле вы правы, потому что действительно от женщины зависит. Не потому, что мы с вами женщины, а потому что действительно от нас очень много зависит. Это говорит о том, что на нас очень большая ответственность. На нас ответственность. Но мы без поддержки мужчин тоже не можем быть мудрыми, сильными. Ведь, представляете, сказать женщине, ах, ты родила, так ты почему не воспитала героя? Не каждый это дастся легко, особенно если ее саму в детстве унижали, обижали, не учили любить, не учили терпеть, не учили мудрости. Поэтому тут такой вот круг, и все взаимосвязано. Быть хорошим отцом – это тоже очень важно. Еще у нас в спектакле прозвучит мысль. По-моему, она принадлежит Сократу. Это Платон цитирует своего учителя в диалогах. «Воспитывая мальчика, ты воспитываешь хозяина земли. Воспитывая девочку, ты воспитываешь целую нацию». Интересно. Очень интересно. Это как глубоко, на самом деле. То есть, оказывается, воспитание очень важно. Воспитание, внимание, слушание друг друга, ребенка, передавать ему эту мудрость. Нам кажется, что нужно пойти бороться с несправедливостью в Думу куда-то или еще куда-то, пойти в министерство. Вот там самое зло. А оно на самом деле в нашем собственном сердце, в наших семьях. И вот мать Тереза говорила о том, что, когда у нее спрашивали, как спасти мир от разрушений, то ли это в ее Нобелевской речи было, она говорила, идите домой и любите вашу семью. Вот вам почти рассказала весь наш сценарий вечера. Ну, там еще будут монологи цариц, там мы еще рассказываем события. И обстоятельства их жизни, которые им пришлось пережить. И как бы кристаллизовалась их мудрость. Что для вас значит сочетание доброе искусство? В чем оно, на ваш взгляд, выражается? Доброе искусство, что это такое? Для чего оно нужно? Сейчас вот все больше спорят о том, что искусство не должно быть добрым, не должно быть никаким. Оно само по себе. Оно отражает жизнь. Вот что вижу, то пою. А еще это проходит через мой внутренний сердечный фильтр. Вот он засорен, ничего страшного. Еще более интересно будет выглядеть. Доброе искусство даже сейчас ругательное. Добренькое такое. Даже прям с пошлостью это сравнивают. Вообще сейчас очень многие понятия потеряли истинный смысл. И любовь нам кажется каким-то просто неприличным словом. Подмена понятия. Да, подмена смыслов. Мы утратили глубину понятия. То есть мы так вот первые, а там уже очень-очень-очень много. Как в иероглифах. Можно до 6, до 7, до 10. В санскрите все те же буквы. Одна буква может означать понятие целое. На любом уровне сознания. То есть если высокоразвитый уровень сознания, там глубокое сознание, вселенское сознание этого понятия. Мать, мама или мать. Типа мать, ну-ка принеси там мать. Или это будет как вселенная мать, которая дает возможность жить, дает возможность душе путешествовать и познавать в материальном мире. Каков уровень сознания, таков и реализация, и, соответственно, опыт. Послами, например, говорят о том, что на земле рай расположен на ногу матери. А, только мать. Это как реализованное знание. Сколько ей дано, столько она и передаст. То есть вот знаете, что интересно? Вот я сейчас цитировала только что Сократа. Я с интересом прочитала, что у него была необыкновенная мама. Необыкновенная. Она принимала роды. И по тем временам очень их уважали. Они были как педиатры, как врач, акушер. Поэтому с большим уважением. И, вероятно, вот принимая новые души в мир, рассказывая своему сыну, маленькому Сократу, который, знаете, имя чего проживет века, тысячелетия, и мы будем его цитировать. Она ему передавала глубину своего понимания мира. После этого он основал свою школу именно на диалогах. То есть вопрос-ответ. Мама всегда ему знала ответ, но она задавала вопросы так, что предполагалось, она его подводила к правильному ответу. Что хорошо, сравнивай. То есть она очень рано заставила его задуматься, прям на уровне сердца задуматься, что хорошо, что плохо. Главные принципы дала. Дружба, верность, понятия такие вечные. Поэтому да, вот, наверное, рядом с мамой. Именно поэтому. Дорога в рай. В этом году вы вошли в экспертный совет премии на благо мира. Вот в какой-то степени это такая для вас новая роль. Как вы думаете, что это за роль? С чем она у вас связана? Ой, конечно, это ответственность. Я хочу вам быть полезной. С чем она связана? Наверное, нужно быть очень чистым камертоном, ощущать то, оценивать то искусство, которое созидательное. Вот доброе не добренькое, а доброе, которое снимает всю шелуху и ведет к самому сердцу и смыслу произведения. Кино или книга, спектакль. Да, какая-то общественная программа. Чему она глубоко учит? Какую она энергию несет? Полезна ли она будет? Потому что сейчас, вот, допустим, сразу видно испорченная еда, да? Полусгнившая, там, зеленой плесенью никто есть не будет. А вот интеллектуальная информация, которая идет через театральные постановки, спектакли, кино и так далее, отражая мир, а мир сейчас не очень красивое место, не очень счастливое место, доброе, нет. И поэтому отражая искусство, часто бывает очень вредным, токсичным. Причем это может быть очень красивые обвертки. Очень. И так, вроде бы, сидишь, и весь такой на адреналине, и тебе щекотят нервы, и ты потом вышел, такое ощущение, что ты прожил, что-то необыкновенное. Однако пойдет внутренняя реакция, которая будет разрушать веру в человека, в то, что кто-то за тебя еще стоит, что ты за кого-то отвечаешь, что ты что-то в этом мире значишь, что добро это ненаказуемо, что добро это сила, что зло тоже можно побеждать, что не надо цепляться, допустим, за результат, если ты весь мир не осчастливишь, а важен процесс. Просто делай свое дело, и будь что будет. Ну, таких сейчас все меньше и меньше становится художественных произведений, а мне кажется, это жаль. Я еще как мама это понимаю. Вот те политики, или там, не знаю, люди, которые делают там большой театр, у них нет своих детей, которых они ночью, которых они очень-очень любят, и ночью укладывают спать, и весь ребенок трясется, сжимается, потому что он посмотрел какой-то там «Звездные войны» или «Гарри Поттера». Или даже просто на спектакль его какой-то сводили. И ребенок плачет и говорит, не хочу жить в этом мире. Все злые, экологию разрушили. Как я буду жить, когда мне будет 40 лет? Я не хочу жить. Я боюсь, я не хочу быть взрослым. Вот задумались бы тогда эти прекрасные художники и режиссеры, кинопродюсеры, если бы они любили своих детей, о том, что это великая сила. Она либо созидает, либо разрушает. И нужно брать ответственность на себя. Всем успехов! Не привязывайтесь к результату. Процесс важнее. Дорогу оселит идущий. Огромное-огромное вам спасибо. Мы вам тоже желаем успехов творческих и бесконечного вдохновения. Пусть будет так, что вы будете удивлять мир, а мир будет радовать вас. Спасибо. Пусть это будут многие-многие лет в вашей жизни. Спасибо вам огромное.